всем огромный при огромный привет спасибо что вы снова заглянули на мой канал как всегда хочу вас поблагодарить за поддержку за добрые теплые комментарии за то что вы ставите лайки не забывайте и также подписывайтесь на мой канал и я по причине отсутствия не могла во время посмотреть новую серию ну и сделать обзор со своим конкретным мнением потому что я занималась скажем так своими кошками слава богу все решилось но она решилась конечно не до конца потому что кто смотрел мой последний ролик влог про то что двое котят пропали мы их так и не нашли но в общем если они появятся то нам вновь придется ехать в общем так и я обещала вам видео и обещала вам рассказать про кошек бабы галли и начну с того что очень много было комментариев очень много было комментариев что мальчишки выпустили их мальчики мальчишки мужчины мальчики хотя они не любят когда их так называют потом также писали что их усыпили но я вообще не хотела в эту версию верить лишь по той причине что для того чтобы усыпить нужно купить этот укол этот препарат и это было бы конечно бы накладно потому что если сколько там это было 13 15 кошек и представьте сколько денег нужно было бы за все это дело заплатить поэтому я полностью на отрезки исключила усыпление и я как бы можно сказать успокоилась но все равно знаете напряглась куда же они все деле делись их столько было много и еще знаете все время вспоминала тот момент видеоролики когда они их запихивали в этот мешок в мешках они их завозили в какой-то не приюта в какой-то как бы магазин почему их не могли сразу забрать волонтеры которые приезжали почему они не могли им сказать что существуют переноски и переноску можно взять понятно что туда много не запихаешь но блин мешки это выглядело лично для меня как-то немного ужасно потому что ну потому что я люблю животных потому что я люблю кошек я их спасаю я их лечу пристаиваю но в общем то для меня это было немного дико скажем так но в общем я нарыла ребят такую информацию и думаю вам информация это понравится и я скажу одно что это не мальчиков заслуга это заслуга совершенно других людей потому что я нашла совсем случайно инстаграме такой приют который находится в городе прокопьевске и я зашла на страничку их инстаграма и долго смотрела искала если там бабы гали кошки не могла их найти но потом увидела папку в инстаграме и там где актуальная сохраненная и там была подпись кошки бабы гали и ребят там на самом деле есть кошки бабы гали какие они были какие они стали и некоторые из них пристроены некоторые на передержки у волонтеров они уже обработаны они пролечены возможно какие-то кастрированы потому что я знаете прям вот про каждую кошку сугубо так уже четко не вчитывалась потому что ну их же много но я думаю что кому интересно то тоже может все это посмотреть и я знаю что у меня есть много подписчиков у которых вообще нет инстаграма поэтому я вставлю вам пару кадров для того чтобы вы могли все это увидеть и приятного просмотра а а а а теперь мы все убедились что с кошками действительно все в порядке так как я также узнала что этот приют он на неплохом счету у жителей прокопьевска и в общем то они там хорошо заботятся о животных они пытаются их пристроить они там их если они болеют лечат в общем то они попали в надежные руки но опять же смотрите это волонтеры это заслуга их то что они приняли этих кошек и за то что они занимаются ими и я уверена что как таковой помощи денежные ребята не оказывали этим волонтером на этих кошек я не знаю я не уверена конечно я могу ошибаться может они конечно и переводили какие-то средства для этих кошек или давали какие-то деньги для этих кошек не знаю не буду говорить но видите они нам даже не показали в каком кошки приюте хотя они могли прекрасно это все сделать очень много вопросов было у них по поводу кошек что вы куда вы их деле вы их там усыпили или что вы сделали были такие вопросы была куча почему-то эти вопросы удалялись и неужели ребята не могли хотя бы инстаграм этого приюта передоставьте сказать ну вот смотрите с кошками все в порядке не знаю что я пропустила но вряд ли я это пропустила потому что по поводу приюта лично я узнала от своей подписчицы не стало интересно именно в каком приюте поэтому я начала искать информацию ну может быть если бы я не любила кошек я бы информацию эту не искала а так как я знаете за этих кошек дрожу постоянно я и начала искать и мне кажется многие кто сейчас кто переживал за этих кошек куда они делись кто у меня кошатники а у меня многие любят животных переживают за них помогают им бездомным и это же порадуются этой информации я не хочу себя назвать там каким-то сыщиком каким-то героем что я прям нарыла эту информацию мне кажется любой кто бы наверное захотел он бы тоже это как бы разузнал но одно то что почему ребятами об этом не сообщили неужели было именно столько это все сложно и мне кажется что их подписчики бы на самом деле одобрили все это и еще им больше хвалебных от бы напели ну хотя это заслуга волонтеров может они боялись того что им начнут говорить что это не ваша заслуга что это заслуга волонтеров или они может боялись того что они у спросят у этих волонтеров давали ли ребята деньги или не давали на этих кошек в общем я не знаю ребят причину и короче вот такое вот информативное видео я думаю что всем эта информация была полезна многие за это переживали поэтому ответила на все ваши вопросы и показала где можно все это посмотреть ну а за и заодно пропиарила страницу приюта бесплатный пиар согласитесь и следующий видеоролик у меня будет обзор нового видео так что потерпите я обязательно выскажу свое мнение всем хорошего настроения всем позитива добра улыбок и главное здоровье берегите себя и своих близких ну и буду добавлять и животных тем пока